Приветствую вас! Читаю я ваш текст, ваш вопрос, хотя вопросом, наверное, назвать это нельзя, потому что никакого вопроса-то, по сути, вы не задаете. Вот. Нет запроса к психологу, да, что вы хотите. И чувствую я, конечно, что вы жалуетесь на своего сына. Чувствую я, что вы расстроены им, расстроены тем, как он тебя ведёт. Вот. И так далее. И, знаете, вот я бы хотел поговорить с вами об этом чувстве расстроена. Я бы хотел с вами поговорить об этих ожиданиях, которые у вас имеются на сыну, об этих притязаниях, которые имеются у вас к сыну. Откуда они взяли? Почему они имеют место быть? Вы, Анна, правда считаете, что ребёнок, он, вот, формируется, я не знаю, ну, как-то сам. То есть, без участия, например, вас, ну, без ваших каких-то усилий, без ваших, без ваших моментов, без вашего влияния, без вашего воздействия и так далее. Вы правда думаете, вы правда считаете, что это так происходит? То есть, если вы считаете так, то есть основания полагать, что сын является отражением вас в том смысле, что именно вы научили его в определенной степени быть безответственным. И безответственность, она проявляется не только в буквальном смысле безответственности, но безответственность проявляется и в гиперответственности, сверхответственности. которые у вас, возможно, имеют место быть в силу ряда причин, например. Вот, с этим в первую очередь нужно работать. На это в первую очередь нужно обращать внимание вам. И, наверное, в первую очередь смотреть на свои чувства, наверное, на свои переживания, на свои желания, может быть, на свои взгляды по данному вопросу. И вот где-то там, где-то там на стыке и лежат ответы на ваши вопросы, которые вы хотите услышать. И где-то там на стыке лежат причины того, почему ваш сын в 11 лет такой несамостоятельный. Вообще говоря, задается такое ощущение, что у него просто нет какой-либо мотивации быть самостоятельным. А зачем, если у него есть вы, причем не в единственном лице вы, которые всегда рядом, которые всегда направят, всегда поддержат, всегда помогут, всегда защитят, всегда дадут и так далее. Вот хочется, знаете, спросить, а вы с сыном-то вообще разговариваете? Так, просто, по душам. Вы вообще знаете о внутреннем мире своего сына? Вы знаете о том, что его волнует, что его беспокоит? Вы общаетесь с ним как бы о чем-то вот помимо его обязанностей и помимо того, что он делает не так. Просто живое общение. Вы слышите чувства сына? Вы слышите его эмоции? Вы говорите ли с ним? Ображаете ли вы сами свои эмоции? Говорите ли вы, что вы чувствуете? Вот вы обвиняете сына в том, что он, типа, все делает ради своего удовольствия. Хорошо. А какая замена? Какая альтернатива? Вы пишите, значит, ни о чем нельзя попросить, забудет. Как реагировали? Как реагировали? На то, что он забывает. Домашних животных может остаться голодными. Ну, такая ответственность они привили и все. Нам сказали, что кармел. А если он сказал, что кармел, откуда значит, что голодные? То есть, как бы, такой вот странный момент. Каждый день напоминаем приводить вещи в порядок. Зачем? Вы знаете, вот вы сами тем, что вы напоминаете, которые, кто мы? То есть, кто мы? Понимаете, вот это вот, эм... Есть, эм... Такое... Понятие, да? Эээ... Семейная коалиция. У меня такое ощущение, что у вас в семье есть вы все, которые, типа, правильные. И есть сын, который неправильный. И он чувствует себя аутсайдером. А... Одиннадцать лет возраст подростков и... Если подросток чувствует себя аутсайдером, он начинает сопротивляться. То есть, то есть, как бы... Кто мы? То есть... На его ли вы стороне? Понимаете ли вы его чувства? Вот. Ну и, соответственно, дальше все больше. То есть, то есть, то есть, что отдали на робототехнику. Ну, как бы, что значит отдали? Ну, как бы... Что он, вещь какая-то, чтобы его отдавать. Да? Ну, вот. Отдали в секс, опять же, непонятно. Что значит отдали? Он хотел... Он хотел... Его желание... Ну... Отдали это... А значит, это абсолютно... Ну... Не при... Абсолютно отсутствие любого контакта с ребенком на уровне взрослой-взрослой. Вот. Вы пишите дома, это дурдом. Почему дурдом? То есть, вы, по сути, обесцениваете то, что делает ребенок. Да, это может быть не очень приятно. Да, может быть, это у нас какого-то дискомфортного. Почему дурдом? Он, как умоличенный, себя ведет. Значит, ему тут ничего... Ну... Знаете, если у вашего сына нет психических отклонений, да, психических заболеваний, то его поведение честно обусловлено. Хотите ли его понять? Хотите ли вы понять его? Вот сейчас вопрос. Для чего вам нужно сначала понять себя? Опять же. Вот. То есть, в идеале, чтобы он работал с детским психологом, а мы, чтобы работали с психологом параллельно-параллельно с другим. Вот. Значит, делает то, кто-то им нравится. Опять же, у этого есть причина. Вот вы пишите, что это началось не недавно, он такой с детства. Если он такой с детства, почему вы обратились только сейчас? Сейчас. За помощью. Тоже непонятно. Но все это можно поправить. Сначала провести анализ семейных отношений. Скорректировать поведение. Измените вы свое поведение, изменится поведение сына. Так что работа в любом случае вам предстоит над собой. Не над сыном, а над собой. Готовы? Выбирайте себе психолога и начинайте работать. Результаты будут. Нет. Считайте, что сыну только нужно меняться. Ваше отдаление будет еще больше. Пропасть между вами будет расти. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.